Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Елена Шмелева. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 1 августа 527 года Юстиниан I стал императором Византии. Будущий император родился около 482 года в маленькой македонской деревушке Тауризии в семье бедного крестьянина. В Константинополь он попал подростком по приглашению своего дяди Юстина, влиятельного придворного. В 518 году Сенат, гвардия и жители Константинополя провозгласили престарелого Юстина императором, а тот вскоре сделал своим соправителем племянника. Юстиниана отличали ясный ум, широкий политический кругозор, решительность, настойчивость и исключительная работоспособность. В 527 году после смерти дяди 45-летний Юстиниан стал самодержцем империи Ромеев, как называлась тогда Византийская империя. Одним из наивысших достижений правления Юстиниана стало строительство Константинопольского храма Святой Софии. Оно началось в 532 году под руководством архитекторов Анфимия и Исидора из Милета. Внешне здание мало чем могло поразить зрителя, но настоящее чудо преображения происходило внутри, когда верующий оказывался под огромным мозаичным куполом, который как бы висел в воздухе без всякой опоры. Купол с крестом парил над молящимися, символизируя божественный покров над Византией и ее столицей. Юстиниан проводил реформы в духе евангельских заповедей, помогал бедным, облегчал положение рабов, восстанавливал города и одновременно подвергал население жестокому налоговому гнету. Он пытался восстановить авторитет закона, но так и не смог уничтожить продажность и злоупотребление чиновников. И все же империя Юстиниана была оазисом цивилизации в окружении языческих и варварских государств и поражало воображение современников. Значение деяний великого императора выходит далеко за рамки его времени. Укрепление позиций православной церкви сыграли огромную роль для становления средневекового общества. Кодекс императора Юстиниана I стал основой европейского права последующих веков. Сегодня 1 августа вы смотрите программу «День веков хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 1 августа 1903 года были обретены мощи Серафима Саровского. Преподобный Серафим Саровский – один из самых почитаемых русских святых. Родился будущий святой в миру Прохор Машнин в июле 1754 года в Курске. Уже в юности у Прохора возникло стремление всецело посвятить свою жизнь Богу и уйти в монастырь. В ноябре 1778 года Прохор пришел в Саров, чтобы связать с этой обителью свою судьбу. Осенью 1804 года преподобный Серафим подвергся жестокому нападению разбойников, которые избили его до полусмерти. После этого случая внешность Серафима изменилась, волосы побелели, а спина согнулась так, что до конца своих дней он мог ходить только опираясь на клюку или топорик. Именно тогда старец Серафим обрел облик, знакомый нам по иконам. Смерть старец принял, стоя на коленях перед иконой Божьей Матери. Это произошло в январе 1833 года. Он был погребен у алтаря Успенского собора. В июле 1903 года при участии царской фамилии состоялась торжественная канонизация святого, а 1 августа с великим торжеством его мощи были помещены в приготовленную раку и открыты для всеобщего почитания. Это торжественное событие сопровождалось многочисленными исцелениями. Летом 1920 года прошло заседание Совнаркома под председательством Ленина, где наркомату юстиции было поручено разработать положение о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. В ноябре того же года было принято решение вскрыть раку с мощами преподобного Серафима. Мощи великого старца забрали в Москву. Сначала они в антирелигиозных целях были выставлены в Румянцевском музее, а вскоре увезены неизвестно куда. В 1990 году Великая Православная Святыня была обнаружена в Казанском соборе Ленинграда, превращенном при советской власти в Музей истории религии и атеизма. В июле 1991 года рака с мощами была помещена в Троицком соборе Дивеевского монастыря в 18 километрах от Сарова. Так сбылось предсказание преподобного Серафима о том, что мощи его упокоятся не в Сарове, а рядом с ним, и обещавшего с этого места начнется возрождение России. 1 августа 1914 года германский посол Пуртолес от имени своего правительства передал российскому министру иностранных дел Сазонову ноту с объявлением войны. Непосредственным поводом для войны послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 19-летним сербским студентом Гаврилой Принципом. Он являлся членом тайной организации «Млада Босна», которая боролась за объединение всех южнославянских народов в одном государстве. Намереваясь начать войну против Сербии, Австро-Венгрия заручилась поддержкой Германии. Последняя считала, что война примет локальный характер, если Россия не станет защищать Сербию. Но если та окажет помощь Сербии, то и Германия будет готова выполнить свои договорные обязательства и поддержать Австро-Венгрию. В ультиматуме, предъявленном Сербии, Австро-Венгрия потребовала допустить на территорию Сербии свои военные формирования, чтобы совместно с сербскими силами пресекать враждебные акции. Ответ на ультиматум был дан в оговоренный 48-часовой срок, но он не удовлетворил Австро-Венгрию, и 28 июля она объявила Сербии войну. Сергей Сазонов, министр иностранных дел России, открыто выступил против Австро-Венгрии, получив заверение в поддержке со стороны французского президента Раймона Пуанкаре. 30 июля Россия объявила о всеобщей мобилизации. Германия использовала этот повод, чтобы 1 августа объявить войну России. Но задолго до этого в Европе нарастал клубок противоречий между великими державами. Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, Россией. Так, Великобритания не могла простить Германии поддержку буров в англо-бурской войне 1899-1902 годов. Франция стремилась взять реванш за поражение, нанесенное ей Германией во франко-прусской войне 1870 года, а также намеревалась возвратить Эльзас и Лотарингию, отделенные от Франции в 1871 году. Российская империя претендовала на свободный проход своего флота в Средиземном море, настаивала на ослабление или пересмотрев свою пользу режима контроля над проливом Гарданеллы. Германская империя, как новая динамичная страна, стремилась к военному, экономическому и политическому лидерству на континенте, а также, включившись в борьбу за колонии только после 1871 года, год образования Германской империи, претендовала на равные права в колониальных владениях других стран Европы. Также Германия проявляла особую активность в получении рынков сбыта для своей продукции. На Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав, стремившихся успеть к разделу разваливающейся Османской империи – Турции. После франко-прусской войны 1870 года и до 1914 года в Европе вспыхивали локальные конфликты – Балканские войны и Тало-Турецкая война. Противоречия между странами все нарастали, и вылились они в 1914 году в Первую мировую войну, которая унесла 10 миллионов жизней, ранила и искалечила 20 миллионов человек. Реваншистские настроения в Германии, проигравшие в этой войне, фактически привели ко Второй мировой войне. 1 августа 1936 года состоялось торжественное открытие игр 11-й Олимпиады в Берлине. Еще до начала игр стало очевидно, в какой атмосфере они пройдут. Германский фашизм решил на деле доказать всему миру правильность своих расовых теорий. Олимпиада должна была стать триумфом светловолосых сверхчеловеков. Была еще одна цель – скрыть от всего мира подготовку Германии к войне. На Олимпийские игры съехалось более 4000 спортсменов из 49 стран, соревновавшихся в 19 видах спорта. Самую многочисленную команду, 406 человек, выставили хозяевам. В программу игр были включены виды спорта, широко распространенные в Германии. Гандбол, гребли на байдарках и каноэ, соревнования по женской гимнастике. Все это позволило хозяевам занять общее первое место по числу завоеванных медалей. Несмотря на успех немецкой команды, Олимпийские игры опровергли нацистские расовые теории. Чернокожие атлеты из команды США заняли 6 первых, 3 вторых и 2 третьих места. А лучшим спортсменом игр был признан знаменитый негритянский атлет, великий спринтер всех времен, Джесси Оуэнс. 11-й Олимпийские игры до сих пор так и называют, Олимпиада Джесси Оуэнса. Взбешенный фюрер покинул стадион, когда увидел, что негритянский спортсмен завоевал четвертую золотую медаль, больше, чем все арийские атлеты вместе взятые. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok